здравствуйте меня зовут Петренко Анатолий Владимирович давайте продолжим знакомиться с программой flow code и давайте сегодня напишем генератор импульсов с счетчиком сейчас нажимаем ok вот запустил я программу flow code высветилась в такое окошечко нажимаю ok выбираю наш микроконтроллер до которого буду писать программку это у нас будет от мега 16 выделил от мега 16 ok вот у нас поле в котором будут высвечиваться ошибки и предупреждения давайте сейчас зайдем в вид поставим галочку напротив чипа вот наш чип чип мы можем здесь его наблюдать и давайте напишем простейший генератор импульсов выберем цикл зажимаем его левая кнопка мыши переносим ее сюда появилась стрелочка можно вставлять отпускаем наш цикл дальше сделаем следующее возьмем задержку вот задержка зажимаем его левая кнопка мыши вставляем задержка вставлена возьмем выход для наглядности сначала возьмем выход зажимаем его левая кнопка мыши вставляем после задержки вставляем еще одну задержку зажимаем левая кнопку мыши задержку, вставляем. За задержку вставим еще один выход, вставляем выход. Зажимаем его, Совт. С задержкой щелкаем два раза левой кнопкой мыши по задержке, выбираем одну секунду. Только одна секунда. Щелкаем два раза левой кнопкой мыши по выходу. Переемены или значения. Здесь присвоим значение единицы порт А 1 бит 0 бит. Это вот у нас порт лену бит. Два раза левая кнопка мыши по задержке, секунды, одна секунда, окей. Два раза левая кнопка мыши по выходу, значение 0, порт A, 1 бит, нулевой бит. Порт A, нулевой бит, вот он у нас. Запустим моделирование, запуск моделирования и смотрим. У нас генерируются импульсы, определенные, пока эти таблички закроем, генерируются импульсы с одинаковой длительностью и одинаковой частотой в одну секунду. Импульс генерируется, все хорошо. Получился генератор импульса. Нажимаем стоп моделирования. Следующим шагом сделаем, сейчас мы эти выходы удалим, выделяем левая кнопка мыши, выход, нажимаем delete, еще раз левая кнопка мыши, выделяем другой выход, delete. Теперь возьмем вычисление, берем вычисление, вставляем вычисление вот здесь за задержкой и еще одно вычисление за следующей задержкой. Берем вычисление левая кнопка мыши, переносим, вставляем. Щелкаем два раза левая кнопка мыши по вычислению. Давайте сейчас объявим переменную. Нажимаем за стрелочку, объявить новую переменную, объявить новую переменную. Скажем у нас будет переменная, ну любая английская буква, буква А английская, тип int. Она может принимать значение от минус 32768 до 32767. Окей. И это переменной, давайте переменной А сначала присвоим значение нуля. Окей. В следующем вычислении переменной А присвоим равно значение единицы. Окей. Запускаем моделирование. Запуск. Пока стык закрываем. Нажимаем правую кнопку мыши, добавить переменную, переменная А. Вот сейчас ее пока не видно. Нажимаем левую кнопку мыши, вот переменная А у нас высветилась. Но она пока у нас такие вот единички и светится. Закрываем. Останавливаем моделирование, стоп моделирование. Заходим в чип. Нажимаем левую кнопку мыши, чип. Дальше настройки проекта. Вот у нас тактовая частота, пока тактовая частота не будем менять. Скорость симуляции. Вот нажимаем здесь. Вот у нас такая табличка. И пока поставим единичку. Окей. Запустим моделирование. Запуск. И вот сейчас мы наблюдаем наше моделирование. Стэк пока закроем. И вот у нас переменная А генерирует сигналы с одинаковой длительностью и частотой. Принимаю значение нуля, затем значение единицы. Переменная А пока у нас не связана ни с какими входами и выходами. И наверное не будет связана. Мы будем ее использовать как внутреннюю переменную в нашей программке. Останавливаем моделирование. Нажимаем стоп моделирование. Моделирование завершено. Делаем следующее. Выделяем левую кнопку мыши наш цикл. От слова Begin до слова Enter. Выделили. Нажимаем правую кнопку мыши. Выбираем вырезать. Берем цикл. Цикл. Зажимаем левую кнопку мыши. Вставляем цикл. Дальше за этим циклом. Вот нажимаем левую кнопку мыши. Появилась стрелочка. Нажимаем правую кнопку мыши. Вставить. За этим циклом. Вставили наш цикл. Генератора импульсов. Нажимаем два раза левая кнопка мыши. По этому циклу. Здесь ставим галочку. Количество циклов. И пока оставим единичку. Дальше. Давайте воспользуемся вычислением. Зажимаем левую кнопку мыши. Вычисления. Вставляем вычисления. Вычисления вставляем до нашего цикла. Генератора импульсов. Но. Внутри. Бесконечного цикла. Вот у нас здесь цикл ввелся с бесконечным циклом. Два раза левая кнопка мыши по вычислению. Давайте объявим две новые перемены. Щелкаем левую кнопку мыши. Объявить новую переменную. Скажем. Объявим переменную. А1. Английская. Тип перемены. Тоже будет int. Значение от минус 32768 до 32767. Ок. И еще одну переменную. Щелкаем здесь. Добавить новую переменную. Добавим переменную. Скажем. А2. Тоже тип int. Ок. И в вычислениях напишем следующее. Щелкаем левую кнопку мыши. Перенамещаем сюда курсор. В вычислениях мы напишем следующее. Переменная А1 равна переменная А2 плюс переменная А. Дальше нажимаем Enter. И со следующей строки. Переменная А2 равна переменной А1. Ок. Давайте попробуем запустить моделирование. Запуск моделирования. И вот здесь нажимаем на переменной окошко переменной. Нажимаем правую кнопку мыши. Добавить переменную. Добавим переменную А1 два раза левая кнопка мыши по переменам. И еще раз правая кнопка мыши. Добавить переменную. И вставляем переменную А2. Вот переменная А2. Теперь мы можем наблюдать за этими переменными. И вот у нас происходит счет. Вот если хотим добавить переменную. Вот здесь в окошке переменные. Правая кнопка мыши. Добавить переменную. И выбираем переменную. Пока отмена. Вот происходит счет, можем пока стоп моделирование сделать и сделать следующее, для того чтобы мы могли побыстрее наблюдать за счетом, мы вот эти задержки два раза левой кнопкой мыши по задержке сделаем по одной миллисекунде, окей, еще одна задержка тоже одна миллисекунда, окей, и заходим в чип, настройки проекта и скорость симуляции сделаем скажем 1000 поставим, окей, запускаем моделирование, стэк пока можем закрыть и вот смотрим на счетчик считает, вот он у нас будет считать до 32000, максимальное значение которое можно в него записать, там 32 с небольшим, больше 32000 переменной int и вот счетчик наш работает, работает генератор импульс, генерирует вот у нас в переменной а импульсы с определенной длительностью и частотой, а вот счетчик наш эти импульсы считает. ну пока это у нас все внутренние переменные, вот тут даже у нас должно было высветиться предупреждение, да вот у нас предупреждение, инициализированная переменная, переменная А2, она у нас пока внутренняя, мы ее нигде не используем. Ну вот счетчик считает, пока стоп моделирование. давайте попробуем воспользоваться нашим счетчиком, скажем, сделаем следующее, вот возьмем выходы, нажимаем выходы, ставим семисегментный индикатор, два раза левая кнопка мыши по семисегментному индикатору, вот он у нас здесь появился, вставляем его, переносим туда, где мы хотим, чтобы он был. Сейчас нажмем на него правая кнопка мыши, расширенные свойства, сделаем его крупнее, вот общий пока ставим аноды, пусть он у нас будет, наверное, желтенький, желтый, применить, окей. Давайте нажмем еще раз правая кнопка мыши на семисегментный индикатор, посмотрим на его соединение, соединение, вот у нас подключен к порту B, общий порт A, третий бит, вот у нас порт A, третий бит, и у нас с общим анодом, вот они у нас к порту B подключены, совершено. Воспользуемся макросом, возьмем макрос компонента, вот здесь вот до этого цикла вставим макрос компонента, нажмем на него два раза левая кнопка мыши, вот, семисегментный индикатор, показать цифру, здесь у нас должны быть две переменные тип байт, давайте объявим перемены, скажем объявить новую переменную, переменная A, так у нас A3, объявим новую переменную тип байт, окей. И еще объявим новую переменную, скажем A4, тип также байт, окей. Выберем переменную A3, и здесь выберем переменную A4, вот можно просто написать A3, можно вот здесь вот два раза левая кнопка мыши, щелкну, окей. Переменная A3, и мы можем вставить. Так, этот макрос мы даже, макрос компонента мы можем даже вставить в этом цикле, вот нажимаем на него левая кнопка мыши, затем правую кнопку мыши вырезать, и вот вставим здесь. Щелкаем левую кнопку мыши, появляется стрелочка, правую кнопку мыши вставить. вот макрос компонента. И что мы дальше сделаем, мы дальше еще должны сделать вычисление. Зажимаем левую кнопку мыши вычисления, вставляем, два раза левая кнопка мыши по вычислению, и здесь напишем переменная A3, присвоить значение переменной A1. Окей. Пробуем запустить моделирование, запуск моделирования, смотрим что у нас получается. Вот у на семисегментном индикаторе мы можем наблюдать вот счет наш, да? Ну вот тут вот мы еще сейчас стоп моделирование, снова тип, тип настройки проекта, скорость симуляции, сделаем ее скажем вот десять, десяточку здесь поставим, окей, запускаем, запуск. И вот мы смотрим сейчас, поскольку у нас с общим анодом, да, вы можете наблюдать, вот здесь у нас порт B, выходы, да? Вот те, которые у нас здесь сейчас светятся, да? Там у нас индикатор не засвечен, а которые не светятся, то тут у нас индикаторы засвечены, вот здесь, да? Ну сейчас стоп, еще раз чип, чип, настройка проекта и скорость вот единица. Окей. Запускаем и смотрим, да? Вот сейчас у нас все практически все светятся, да? Вот засветился этот, какой выход она засвечивается, тот подключенный к нему сегмент у нас отключается. Вот у нас единица, да? Видите, что у нас практически все сегменты отключены, только вот этот и этот подключены, только эти два. Вот они отключены, поскольку у нас семисегментный индикатор с общим анодом. Вот у нас анод к нему подключен. Этот я просто пока не потушил его, но потом можем программу потушить. Это особенность симулирования флокод. Пока на него не нужно обращать внимание, вот у нас общий анод. вот этот порт, он у нас как раз и работает с сегментом индикатором. Стоп. Ну вот, если мы сейчас зайдем снова чип, чип, настройка проекта, скорость симулирования поставим 1000, окей. И запустим. То мы смотрим, да, у нас вот будут пробегать до 9, и потом уже будет светиться все сегменты. Вот сейчас все сегменты засветились. Мы можем сделать, чтобы он у нас, допустим, ограничить счет до 9. стоп моделирования. Можем здесь вот, допустим, цикл нажать два раза левой кнопкой мыши, задать количество циклов, скажем, 10, 10, окей. Все это выделить. Вырезать. Вырезать. Оп. Так, что-то у нас программа флокод выдала ошибку, что-то она заглючила. Окей. Ну ладно, пока на этом видео завершим. Потом еще в следующем видео снимем, как сделать, чтобы ограничить счет, и чтобы он у нас периодически, то есть считал там от 0 до 9, сбрасывался и снова от 0 до 9. Ну пока у нас почему-то флокод повис. Ну пока, пожалуй, на этом и завершим. Поехали.